Музыка 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 Прошу садиться Музыка 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 Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемые севастопольцы, начну свое выступление, наверное, с самого простого. Я зачитаю предложенный проект решения, то есть то заявление, которое предлагается сегодня принять. Для того, чтобы севастопольцы слышали ту позицию, которую, я надеюсь, мы сегодня в этом сессионном зале поддержим. Мы, депутаты Севастопольского городского совета, заявляем о непризнании киевской власти, пришедшей к управлению государством путем вооруженного государственного переворота. И считаем ее нелегитимной. Категорически заявляем, так называемой новой майдановской украинской власти в городе Севастополе нет. Группа людей узурпировала власть и посягает на конституционный строй, на демократические устои государства, на права и свободы граждан. Используя методы шантажа, угроз жизни и безопасности своих оппонентов, фактически под дулом автомата и путем массовой фальсификации голосования, экстремисты-самозванцы принимают новую конституцию, законы и указы, о которые они на протяжении всего переворота вытирали ноги. Мы считаем, что все решения, принимаемые так называемыми центральными органами власти, являются нелегитимными в связи с тем, что принимаются неконституционным способом и с грубым нарушением определенных законодательством процедур. По вине оппозиции, самопровозгласившей себя гегемонами демократии и власти, фактически исчерпаны все правовые методы урегулирования разногласий мирным способом. Учитывая сложную ситуацию, сложившуюся в стране, и полный правовой нигилизм со стороны самозванцев, называющими себя центральными органами власти, Севастопольский городской совет делегирует полномочия Координационному совету по организации Севастопольского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Подчеркну, исполнительные полномочия здесь не предлагается урезать полномочия городского совета. Мы, депутаты, заявляем о своей поддержке народного мэра Чалова Алексея Михайловича. Мы не хотим быть и не будем марионетками и бесправными рабами в руках учистов, организовавших кровавый государственный переворот, захвативших власть и терроризирующих мирных граждан по всей территории Украины. Это приложение к проекту решения тех заявлений, которые предлагаются на сегодняшней сессии для нас, для депутатов. От себя добавлю несколько слов. Один классик в свое время сказал. Не, воды не надо, спасибо. Нет, я не буду называть фамилию классика, это не суть важна. Ах, как просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. У нас сегодня с вами два варианта. Либо мы молчим и делаем вид, что ничего не видим. Не видим, как наших беркутовцев во Львове ставят на колени под молчаливое одобрение нынешней так называемой власти. Не видим, как у нас сегодня отменяется языковой закон, который давал хоть и небольшие, но права русскому и русскоязычному населению. Не видим, как сегодня из тех людей, которые ходили с автоматами и с винтовками в Киеве, выбираются министры и заместители министров. Не видим, когда представители правого сектора попадают в правительство. Эти вещи можно перечислять бесконечно. Наша с вами сегодня позиция определится. Мы севастопольцы, и это наше право сказать, что мы севастопольцы, и мы не признаем тот беспредел, который произошел и происходит на Украине. Либо мы говорим, что нет, нас все устраивает, и мы депутаты, избранные от города-героя Севастополя, согласны с тем, что происходит на Украине. Кроме этого, я внесу поправку, предложу два дополнительных пункта. Одним из пунктов я предлагаю, я не буду его полностью зачитывать, поддержать инициативу Верховного Совета Крыма по проведению референдума о своей, скажем так, о своем статусе. И четвертый пункт, чтобы было всем понятно, я предлагаю его прописать в решении. Послушайте его внимательно. До нормализации обстановки в городе Севастополе поручить Координационному Совету по Организации Севастопольского Управления по обеспечению жизнедеятельности города в лице Чалова Алексея Михайловича выполнять все функции исполнительной власти в городе Севастополя. Вот эти поправки я хочу вам предложить и прошу вас, уважаемые коллеги, меня поддержать. Сегодня ключевой день или ключевые дни для города Севастополя, для Крыма и для других регионов Украины. И от нашей с вами позиции очень много зависит. С вами 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин